Соловьёв обозвал Путина и его чиновников двоечниками. Или мы теоретически считаем Китай? И сколько это стоит? И когда уже наконец все привез в чувства? И когда они говорят, что у нас там... Чего у нас перенасыщено? У нас Китаем всё перенасыщено. Двушники. Симоньян упала. На это очень страшно смотреть. Десятилетние мальчики-близнецы. Аслан и Аслан. 94-й год, так мая. И как рыбаки спасут Россию от украинских дронов? В конце концов, обыкновенными рыболовными сетями. Обвешивать по периметру. И поверьте мне, это очень эффективное средство. Это горячие новости. Всё самое важное в одном Тайджесте. Поставьте лайк этому выпуску. Мы создаём этот проект благодаря вашей поддержке. Соловьёв обозвал Путина и его чиновников двоечниками, потому что вместо того, чтобы делать всё самостоятельно, сверхдержава скупает всё у китайских партнёров. Теперь Володько стоит и думает, сколько денег Россия уже потеряла на таких выгодных торгах. Сейчас любая крупная техника тут же прилетает. Все всё видят, моментально летит. А на это мелко и быстро, как расходный материал. Вопрос, что из них отечественного производства? Или мы теперь отечеством считаем Китай? И сколько это стоит? И когда уже, наконец, все привезут чувства? И когда они говорят, что у нас там... Чего у нас перенасыщено? У нас Китаем всё перенасыщено. Ох, Володько, слушая тебя, создаётся впечатление, что ты ушёл от них недалеко. В конце концов, идея о том, что вместо бронетехники лучше использовать самокаты, это прямо достойно премии Дарвина. Прилетает и по большой, и по маленькой технике. Просто разница в том, что броня может защитить личный состав, а самокат нет. Симоньян упала ниже некуда, во всех смыслах. Плачет над жертвами трагедии в Беслане. Кстати, той же трагедии, в которой она среди других занижала количество жертв. Врала о реальных причинах смертей. Но теперь она, конечно, показывает, какая она чуткая, параллельно с этим. Поддерживая русский терроризм, который каждый день уносит жизни детей. Десятилетние мальчики-близнецы. С Аслан и Аслан. 94-й год, так мая. Актерского мастерства тебе хватает. Только вот возникает вопрос, если ты так переживаешь смерти детей в Беслане, почему в течение 20 последних лет ты о них даже не упоминала? А все достаточно просто. Сейчас, когда народ напуган, нужна какая-то тема, которая может всех объединить. А что объединяет лучше, чем убитые Путиным дети? Рыбаки спасут Россию. Вы не поверите, но пропагандист Картопола в студии Скобеевой поделился гениальным решением, как защититься от FPV-дронов. Оказывается, обычная рыболовная сетка может полностью заменить те железные мангалы, которые использует армия России. В конце концов, обыкновенными рыболовными сетями обвешивать по периметру, и поверьте мне, это очень эффективное средство. У меня есть хороший товарищ в Карелии, Николай Владимирович Федоренко. Он вообще занимается разведением рыбы. Так вот, он уже десятки километров сетей передал нашим ребятам туда, в зону специальной военной операции. И эти сети реально работают. Удивительные истории, о которых невозможно молчать. Интересно, а чего же мы не видим на фронте такой уникальной защиты? Возможно, потому что ни одна рыболовная сетка не способна остановить 4 килограмма взрывчатки, летящих на скорости 300 километров в час. Поэтому антидроновые сетки делают из стали. Но ничего, это уже детали. Главное дать россиянам ощущение защищенности. Путин заботится о своих гражданах, как настоящий царь-батюшка. Вот, например, жители Курской области, которых эвакуировали из собственных домов из-за того, что Путин начал войну, получили от царя в качестве гуманитарной помощи тряпьё. Но вы не подумайте, они действительно рады и такому. В конце концов, они думают, что это бесплатно. Но в реальности они платят за эти тряпки своими жизнями и своими налогами. Просто они ещё не поняли, что все деньги, которые должны были пойти им на гуманитарку, пошли на выборы губернатора Курской области. Но ничего, однажды до них обязательно дойдёт. Россияне боятся своих же солдат, поэтому не продают им воду и продукты и не сдают жильё в аренду. За этого энкоры этим фактом уж очень недовольны. Они кричат, что белгородчане и куряне должны относиться к солдатам, как к собственным детям. Я хотел обратиться к местным жителям, жителям Белгородской и Курской областей. Ребят, вы реально не хотите войну выиграть? Но, честно говоря, отвратительно звучит, когда вы солдатам не продаёте воду, потому что боитесь, что солдаты к вам ходят и туда прилетят. Мирные жители Курской области, Белгородской, «Одумайтесь, вы должны не просто не мешать им снимать квартиры, покупать еду в магазинах. Вы должны их поселить у себя дома и отнестись к ним, как к детям своим». Ага, чтобы они потом же этот дом ограбили. Ну, знаете, примерно так же, как они уже сделали в десятках населённых пунктов Белгородской и Курской областей. Видите, как всё работает. Путин может годами рассказывать о новой элите наций, но люди видят, что на самом деле это просто мародёры-убийцы. Тем временем в Белгороде новый тренд на тату. Если раньше россияне набивали себе каких-нибудь грозных медведей с балалайкой и российский флаг, то теперь они набивают укрытие. Вот так поворот в сознании. Кстати, смущает формулировка в память о Белгороде. Неужели россияне уже смирились с тем, что российская противовоздушная оборона однажды разбомбит город? Ну, на самом деле. Если не ПВО, то российские фабы, которые случайно сбрасывают на город. Путин забыл выпить свои таблетки и начал рассказывать, что Украина не просто якобы внешнее управление Запада. Нет, всё ещё страшнее. Украиной руководят инопланетяне. Вот в чём всё дело. Приехал Джонсон, он сказал, не надо, воюйте. До последнего украинца. Вот они до сих пор и воюют. А чего, и мне иногда стало это впечатление, что те, кто руководят Украиной, как будто они вообще инопланетяне какие-то. Так, всего лишь страна, пытающаяся оградить свой народ от сумасшедшего диктатора, который гадит в чемодан и убивает детей ракетами. Вообще непонятно, кто может этого хотеть. Точно какие-то инопланетяне. Ну и в заключение вам немного параллельной реальности, в которой живут россияне. Жители Курской области на собственной шкуре столкнулись с последствиями от так называемой СВО, которую начал Владимир Путин. Как вы думаете, они стали против войны? Нет, они разрисовывают укрытия. Как предложение, какие-то узоры. Это просто предложение, которое все будут перерабатываться. Потом опять же шрифтовые композиции могут быть самые разные, интересные. А вы делайте сразу как жители Белгородской области. Вешайте украинский флаг и пойте «Батька наш Бандера». Тогда дрон точно не тронет. На сегодня у нас все. Спасибо, что смотрите горячие новости. Поставьте лайк, это очень важно для нас. И поддерживайте ВСУ, война продолжается. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова